Ну и да, я вам скажу некие позитивные моменты, то есть, если вы пытаетесь применить что-то из своей магии, ничего выше нулевого круга не работает. То есть, вот свои контрипы какие-то, что-то вы можете там совершать. Те, которые у вас есть, они у вас есть. Помимо этого, я вот подумал и, наверное, вам разрешу выбрать себе по одному заклинанию первого уровня, по одному заклинанию второго уровня из того, что вы знаете и оставить его себе. Вы можете мне его прямо сейчас не называть. У вас есть спеллслот первого уровня и спеллслот второго уровня. Ну разумеется, те, которые вы знаете. Итак, я стою в коридоре. Да. Я с тобой просто поиграю вживую, потому что свете там сложнее. Пока. Хорошо. Итак, контрипы, контрипы. У меня ничего с собой нету. Я в лохмотьях. Откуда-нибудь дует ветер. Мало того, что ветер не дует, тебе кажется, что и звуков-то никаких нет. Тишина. Посмотрел в конец одного коридора, в конец другого коридора. Ты видишь не очень далеко. Ну, разумеется, ты можешь сделать свет и это тебе будет не сложно. Ну, да. И запомнил, что у тебя один из заполненных контрипов уже свет. Да. На всякий случай. Полезная штука, да. Вот. Ты видишь, что коридор простирается достаточно далеко. Ну, видимо, надо определиться, в каком направлении тебе идти. То есть, каких-то указателей, к сожалению, нет. Вообще никак. А я первого, там, второго, который закажу, я их не смогу, как всегда, в эти вот влечения? Нет. Я почему-то так это думала. Так, 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 так. У тебя есть возможность кастовать одно заклинание. Ты можешь решить, какое в момент, когда будешь кастовать. То есть, тебе нет необходимости его переводить в лечение. Итак. Сейчас. Минутку, минутку, минутку. Да. Мой второй контрип — это Арканы Марк. Я делаю знак, который позволяет точно определить, в каком направлении я пошел. И иду направо. Ты сможешь сказать, может, вообще поездить без логики. Неправильно сделал. Ты что-то добрая? Я добрая. Чуть-чуть не другое, как. Идешь, идешь, идешь. В конце концов, доходишь до тупика. То есть, какого-то магического тупика или еще чего-то. Я понял. Это вполне себе нормальный тупик. Да. Он и выглядит, как... Тупик. 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 Стук тут ногой. Камень. Камень. По этому какой-то странный, потому что звука никакого нету. То есть, ты по нему ударил, и по его сопротивлению твоему удару ты понял, что это камень. Ну, я так понял, что здесь вообще со звуками сложно. Да. Так. Пощупать. Никаких выступов. Это просто стена. Когда ты начинаешь щупать... Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Ты... Отличный фонд. Да. Вот так. Вот-вот-вот-вот. Начинаешь ощупывать. Да. И... Такие буквы по одной. Такие буквы по одной. П. О. Д. У. Э. Б. А. Е. Ну, подумай. Запиши буквы. Я догадался, да. То есть, ты вот так вот рукой пощупал, вообще одну букву нащупал, вторую нащупал. Подумай. Подумай. А он их не видит глазами? Ну да. Вот. А вот на ощупь он как бы прощупывает. Ммм. 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 Подумать. То есть, она говорит мне подумать. Офигенно. Аааа. Начнем с того, что все-таки используем Dr. Magic. К сожалению, это не самый лучший вариант. Что? Он допускает saving troll. А он? Виктория? Да. Ну, допускает. А, давай. Ну, там же по виллу пробрасывать надо. Ну, все-таки я... Я не знаю, насколько мудр был Волк. Ты видишь, что вот эти вот буквы. То есть, вот там, где идут эти буквы, то есть, на них, как бы, большие такие ауры. То есть, какое-то время повторюешь и присматриваешься. И что-то тебе подсказывает, когда ты концентрируешься, что ауры иллюзии. Угу. Думать. Я в тупе, нужно думать. Ладно, я пока подумаю. Вернемся, пожалуйста. К ловку. Ловим. Хорошо. А вот так вот. Ты помнишь, что там лежит? Да, двуручный топор. Я помню, потому что камера где-то в тот момент отключалась. А, двуручный. Нет, сейчас нормально, а вот... Комната странная, типа пещерки. На входе сидит злющий серый волк большой, ручит. Сидит в кавкаре. Непонятно, почему ручит, но, наверное, потому что у него кавкан к ноге придет. Ну да, я бы тоже ручала. Вот, рядом с ним, в пределах его недосягаемости, лежит большой двуручный топор. Кружка, и ломик. Кто-то сломану, для пена, и без до головолома. Этот магик. Разношу молитву. Прям молитву разношу? Да. Даруй мне, Кайден. Покажи мне, что это. Помоги мне определить, что тут. Ты смотришься и видишь, что на всех трёх предметах знаковые ауры. Это божественные ауры, а не аркановские. Святой лобик. Бери! Лом правды! Привет, картман! У тебя семки есть. Айфон. Волк не магический, ничего там, капкан не магический. Волк не магический, капкан не магический. Волк, на первых глаз, настоящий волк, животное именно. Не оборотень. Да, у него даже вокруг него обтёрт пол и немножко кровь на полу. И помечено, да. Если бы я поделал друидам, ты бы услышала мысли, Чёрт поделись, зачем я согласился на эту работу? Что за верю? Не, просто логика подсказывает... Звющих диких волков. Вам позвать ваших друзей? А? Отцепей тоже как-то. Не надо. Не, если они могут наблюдать за этим, то почему бы и нет. Не увеселяю. РАБЫ! 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 Мы идём уже. Ммм, какие-то искусные рабы. Майор и полковник Абиса хотят, чтоб вы посмотрели за эти герои. Я был капитаном, между прочим. А, капитан, хорошо. Да, капитан Абиса. Полковник, капитан. Капитан. Вагнус. Ну, вы можете продолжать играть в мачки, на самом деле, потому что они пока заняты ещё. Да, пропало всё. Ну, такая карьера пошла, Прахова. Так, ну всё-таки... Ты готов, чтобы мы вернулись к тебе? Мммм... Темнее. Да, в принципе, да. Я победил. Ладно, давай ты пока... Ну, кстати, я долго шёл к тебе. Да, я пока ещё... Я пока не увеселяю. Я долго шкафираю. Ай, ладно. Долго, не увеселяю. Пролазь. Вы сами мне это позволили. Особенности она мне сказала подумать. Да, мы уже у Мальчика вернулись. Я вернулся к тому месту, на котором моя отметка. Вернулся без проблем. Да. То есть я могу примерно понять, где я вышел. Ну, то есть... Да-да, без проблем. То есть это место ты находишь вообще без проблем. И я проверяю стену напротив того места, где я вышел. Ммм... Дерьмо! То есть ты стоишь опять вот здесь вот? Да. Вы уже у вас кресли? Нет, мы Бабу. Да нет, они... У них квест! Малду! Ой, чёрт, стул подаль... А-а-а, хитрый, да? Короче, теперь ты неси мне стул. Раб. А, да. Как раз вы увидите. По-моему, я знаю, кто выиграл. Итак. Так. Что поделось? Кто победил? Что? Рабы. Да. Вас надо учить играть в Манчкин. Нет. Он Манчкин. Собственно. Но он же и раб. Он раб Манчкина. Он Манчкин, но он раб. У вас какие-то интересные ролевые игры у вас там. У нас свои ролевые игры. У нас тут своя атмосфера. Я одного не понял. Все в порядке. Она твёрдая. У меня одна пробка стала больше. Попробуй. Размножаются, понимаешь? Крупки они такие. У меня было три быти руки. И четыре пробки уже. Размножаются. Оставят без пересмотов руки, понимаешь? Тупик был первым испытанием? Да господи боже мой. Так что? Тупик был первым испытанием. А, ты прошёл испытание? Офигенно. Я не понял, что там тупик? Вы не совсем расслышали всё, что я сказал. Да, я вот тоже думаю, что... Что-то тут не то. Что я не совсем услышал и, видимо, подумал тоже. Тебе нельзя было идти вперёд. Ты не пошёл вперёд. Что? Почему? Ты прошёл испытание. Нет. Он прошёл... Скажем так, он прошёл дверку к испытанию. Куда бы он не пошёл, изначально первый раз был бы тупик? Да. Тебе нужно было прочитать надпись «Подумай», где бы там ни было. Или подумать. Чтобы потом не забыть подумать. На самом деле, не представляешь сколько люди пытаются подумать и что-нибудь сделать со стеной. Подкопы. Фейерболы. Нет, была такая мысль. Игл сплендер. Ну ладно, всё, что меня остановило, то что ты меня ограничил конкретно. Там было бы гораздо веселее. Красава. Полковник Андер? Класс. Сейчас мы непосредственно переходим к твоему испытанию. Ага. А Света, ты прошла? Нет, я показываю. О нём в процессе просто параллельно. И стоит время подумать. Это ты? Это ты? Буквально знаешь, что ты делаешь шаг вперёд. Я не знаю. Мне сказали, что я его не забуду. И в этот момент тебе в лицо ударяется ветер. И... Ты себя ловишь настоящим на... Такой гора высокая-высокая. Дна не видишь. Рядом облака летают. Гора. Какая-то сумасшедшая птица рядом пролетает. Странных очертаний. Очень похоже на ктулку. Говорит, как летим дальше. Окей. Вот. Ты стоишь там и во-первых, тебе в уши ударяют звуки обыкновенно. Звук ветра. Звук того, как ты стоишь на камнях, которые у тебя под ногами. И вот, да-да-да. Вот. И буквально через несколько секунд ты слышишь крик. А-а-а, помогите! Ты узнаёшь голос Гарабара. Гарабар! Отлично! Слегка так, стоя на тропе, так чуть-чуть заглядываешь. Куда-то туда. То есть я... По направлению голоса. На серпантин. Кто это? Ну, мне сказали, что это был толковник Гамада. Я его... Как-то так вот идёт. Автопортрет. Очень, очень, очень так. Вот здесь вот скалы, там горы и так далее. Это я? Ну, насколько ведь его надо. Он в футах в тридцати в минуту. Ты так оглядываешься и видишь, что он висит там, держится рукой. За? За непонятно что. То есть, видимо, когда-то там он ухватился за веточку, но веточки уже нет в процессе того, как он пытался забираться. Держится он, за честное слово... Тридцать футов вниз. Кто? До тебя. А вниз там очень далеко. Много футов. Много ярдов. Не, я имею в виду... Это между тобой и им тридцать футов. Ну вот это меня интересует. То есть ты стоишь внизу... Я не хочу думать, сколько там внизу. Вот так вот стоишь, видишь Гарабара с выпущенными глазами, он висит, орёт, просит помощи. Держись! Я с тобой! А что, твою мать! За то, что ты держишься такой крепче! Так, шмотки... Они крепкие, хотя длинные. А сейчас... Что? К свете. Мы возвращаемся к свете. А то он... Выбирай един... Да, два заклинания. Потому что ты... Если ты смотришь какие-нибудь фильмы про скалолазов и альпинистов, ты понимаешь, что это тот момент, после которого обычно следует... Ааааааааа ААА! Вот еще чуть-чуть этот момент случится, когда один кричит «АААААаа!» Заходит «Нееет!» Гриша, в этих случаях надо так пяткой бить по ноге, ой по руке, вот У тебя ещё одно закои первым и по второму. Не заказанные. Так я... Беру кушку! 15 минут, чтобы заказать... Да нет, я знаю. Я знаю, как его точно точно можно вытащить? Аааа, берешь. Это плохое мнение для меня. На самом деле так, я тебе немного сложную задачу, когда ты подходишь, рука уже почти коснулась кружки, ты видишь, что кружка, она такая настоящая, а остальные предметы подергиваются такой, знаешь, плёнкой, как иллюзия. Только один предмет, типа? Кружка! Придёшь кружку, взяла. А с остальными предметами что? Исчезают. О, это она сражается против какого-то говнаря кружки? Нет. Собака рычит там. А, собака. Там волк в капкане. А, нормально. Да, волк пригодится ему больше. Так, дальше, да? Подумай, если я её правильно понял. Да, взяла. Сейчас срывается на демонический пёс, как в супернатуралах. Всё, воничка не поедет. Вряд ли это поможет освободиться. А кружка пустая? Кружка. Уже. Там автомана небесная внутри кружки. Начнем с этого. Что ты ищешь? Флай. Угу. Угу. Тач. 30 футов. Почему нет? Всё нормально. А падение как первого там что-то такое было? Пёрышко. Как пёрышко. Ты же как пёрышко. Ты же как пёрышко. Флайп 3 левела, по-моему. Левитация. Левитейшн какой-нибудь. Левитейшн какой-нибудь. Левитейшн это левитейшн? Ну так, локрый чит. Понимаешь, я пытаюсь сейчас прикинуть хирургой, раз проверенный чит. Ты, она большая, чем-то напоминает твою, но тебе не удачу нас не удачу нас еще. То есть, такие, есть пару звездных глях. Ну не совсем, да? Да, не совсем. Не то, не то. Это её испытание? Да. Она в комнате с волком? Да. А капкан она наставила? Нет. Хреново, значит, могут быть ещё. Всё так умирают игроки, да? Может, ещё в мачку? А то они думают. Думают пока умирать? Ну, доиграли. Что значит умирать? Да, я думаю... Света, беги! О! Это Кайден Кайлин. Я вот воскресну, убью кого-то. Ты ещё не воскреснешь такими темпами. Специально воскресну. На мой городе этого. В виде шедова. Отпрошусь погулять. Ты понимаешь, что со мной есть бабло? И записи. Ну то есть, вас готов двоих или нет? Потому что, если мы пока ещё подумаете... А мы уже думаем... Хотя в следующий раз я принесу себе песочные часы. На самом деле я... Это шахматные. Когда время заканчивается, персонаж умирает. Всё. Ну там же, типа, надо... Я знаю, как спасти Гарабара, но я не знаю, как спасти свою жопу. А, он может в полёте тач лети, да? К чёрту! Нет, нет. К чёрту Гарабара. Нет, к чёрту... Эльфийские кубики хороши. К чёрту всё. Not bad, not bad. Ладно, я выиграю себе ещё немного времени. Подумайте. А ты там взлети в него? Мне не нравится, ты же больше, чем ты прозрачненький. Я использую Бенниген Транспозицион. И меняю себя местами с Гарабаром. Хорошо. Сейчас мы вернёмся к свету. Может быть, у него обоих будут идеи, как вытащить человека с 30-ти фото под ним? Не, ну по крайней мере, он долго висел, у него мышцы уже устали, а ты ещё силён. Ну, какой я силён? Я маг! Ну, по крайней мере, повисеть на турнике пару минут и ты сможешь. Это ветка над пропастью... Воржи. Просто в пропасти. Бездонной, да. Да. Сначала долго лететь, потом больно падать. Не встречались мы с вами с вами с вами с вами с вами? А может просто долго лететь? Ты ж не знаешь, дна не видно. Очень долго лететь. Ну, это вроде как гора. Межмунетная пропасть. Помог, помог. Света... Света, возьми телефон. Нет! Нет! Нельзя ей брать телефон. Тоже передать позицию. Извне тебя подталкивает положительная энергия воскрешения и тянет тебя в нужном направлении. Я говорил, лом самый верный выход. Манит. Манит. Что-то нормально. Может они встретят виск про кого-то. Не бойся ничего. Эээ, ладно. На самом деле они там уже столько их крохнули. Нам лучше не знать. Ну, 20 лет отпахали на фронте. Чё? Да. Они 20 лет в аду? Я полковник. Служили при чём? Я полковник, между прочим. Это если вы их воскресите сапоги достали. Двое суток. Каждая сутка за 10 лет? Ладно. Это если вы успеете. Какой у вас богатый будет жизненный опыт? Или как? Смертный опыт? Да. Они будут пытать всех подряд. Джон Константин. Света. Они будут пытать всех подряд их надобивать. Почему всех подряд? Одного кандидата я знаю. Да нет. Мы будем добрые. Ну, по-своему. За мёртвого висока. Помню, у меня там была книжечка. Я помню, в кружке там не была. Это какая-то, когда Гендальф появляется после того, как ты уезжал посмотреть. Что там за кольцо? Полит символ на месте. Ты сранёгальца. Я тебе не бесчестил, скажу спасибо. Что? А можно всё-таки залп троллинга? Нельзя. Ладно. Она уже даже умерла! А ты её всё в ноге ищешь! А я только хотел! Не провоцируй его! Провоцируешь меня убить и её потом... Залп троллинга просто. Обесчестить, воскресить и убить. Сказать, я тебя обесчестил, вымпил. Обесчестить, воскресить, убить и ещё раз обесчестить. Вот это было бы зло. Слушай, если б ты не сразу эту идею сказал... Они поменялись местами, да? Кстати, ведь можно использовать слот более высокого уровня для запринания более низкого уровня? Жадный богатый. Это если у тебя есть возможность использовать одно запринание второго уровня, но запринание первого уровня. А ему нужны два первого, что ли? Да. Не знаю. Есть такое дело. Это было заклинание первого уровня. Где заклинание почитать? М-да. А ещё раз? И так по очереди? Нет, мне другое нужно, но тоже первого уровня. Ладно. Света. Я пытаюсь, что заклинание на этих действует. Какое? Calma Emotion. Спас-бросок. Ты кастой заклинание и увидишь, как оно действует. И судя по всему... Ладно, я разрешу сделать это на животного. Так уж и быть. Я поэтому и хотела прочитать. Есть для животных такое же заклинание, только на зверей. Предположим, что это не... Да. У друидов есть прорезь. Точно такое же, но друидов точно есть. Первого уровня. Я просто не хочу сейчас возвращаться к Григорию. Пусть висит. Потому что он сейчас упадёт. Что он нарёт и паникует. Ну ладно, мне примерно уже объяснили. Ну что с собачкой сделать? Ты на неё заклинание делаешь или не делаешь? Какое? Ну, каун. 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 Потому что оно именно животное? Да. Это на гомоноидов. Преврати собаку в гомоноида. А потом и делай. Если ешь собаку в гомоноида. Что это? Что ты собаку боришься или у тебя просто жизни мало? Какие жизни? Мы в аду. Ну так тем более ты бессмертна. Ты и так уже умерла. Не бессмертна. Мне собачку жалко. Хуже не будет. А то есть тебе собачку в аду жалко, да? Так она не в аду уже. Это испытание. Это уже другой вопрос. И фиг знать, что с этой собачкой надо сделать по испытанию. А какая была подсказка? Не было. То есть смотри. Вот она в помещении. Проснулась там или что? Ну они там шли по коридору. Им там голос сказал про испытание. Тыры-пыры. В итоге короче она в помещении. Выход только один. На выходе здоровенный злющий волк с задней лапой в капкане. Подожди. А как она сюда попала? Портал какой-то. Можная оказалась. Это не ада. Это испытание. Ну это да. Вы где-то между атом и... Именно. И тут было три предмета. Кружка, дворучный топор и ломик. Нельзя произносить другим. Она взяла кружку, два остальные предмета исчезли. У нее теперь есть кружка, которая... И собака. И собака, да. Да пей из кружки. Кружка пустая. И что? Все. Пей из кружки. Если бы ты взяла топор, ты бы убила. Если бы взяла что-то там еще... Ломик, ну и капкан. Ломал бы стену. Да. Если бы ты взяла кружку, ты бы тоже бил и ломал бы. Давай. Чтобы убрать волка с прохода. А с кружкой? Ну вот, короче, вот. Пока не напьешься, пей. Света, ты в любой ситуации полагаешься на выпивку. Что за... Нормальное дело. Ну то, что давай уже до конца. Да ты уберите, хочу. Напои волка. Напои волку. Напои волку. Да ладно, не надо. Ты пойди, пойди. Ты умрешь. Ты успокоился? А, да. Света, ну давай. Концентрируйся. Сейчас еще бросит тулик. Ой, я не сконцентрировалась. Я же буду сброшу. Это был стресс, и ты готова. Давай. Ну, что ты сделаешь? Кружка, волк, надо разрулить какую-то ситуацию. Ну, братан, расти верю. Пойду подслушивать. Пойду подслушивать. Клэн! Тебя не дают упасть. Горобар так хватает. Летел, летел, летел. Идет так, держит себя. Короче, он летел, летел, летел и не долетел, да? Его поймали, да? Это я фиксирую. Да, как-то так, примерно. Хорошо. А то там снимать нечего. Они там свету это успокаивают. Даже кот пошел подслушивать. Это уже похоже на аниме. Один и тот же кадр, 15-й раз. Барабаны двигаются фигурки. Ну да, свету уже, видимо, где-то чуть ближе к нему. Взяла предмет. Повернуть в две трети, чтобы камере было видно лучше. Идите выиграть дальше в мальчики, да? Если вы мешаетесь этим, наверное, лучше это будет хороший опыт. Да, мы будем тихонечку. Опять я выживаю. Пошлите досцент тогда уже разложим, я думаю, это уже затянулось. Арк. Там на кухне мало денег стоит. Нет, досценты дольше проходить. Что, серьезно? Ну, там 30 часов можно засесть. Все, чувак, расслабься. Все отлично. Хочешь обнимашки, тебе это поможет? Я это уже делаю обнимашки. Понятия не имею. Я не очень большой специалист. В нажимающихся кулаках и ненависти ко всему живому. Я хочу спросить мастера, я же как понимаю, в этой задаче только один вариант решения? То есть как бы... Почему? Из ада может быть два выхода. То есть бывают альтернативы? Обратно... Задний и передний? Парадный? Почему? Обычно, когда мастер придумает какую-нибудь фигню, он исходит из того, что игроки не семи пядей во лбу, поэтому он всегда остает вариант для другого варианта. И даже иногда для третьего и возможно даже для четвертого. Второй вариант второго варианта. Эта женщина всегда может расплакаться и мужчина это... Давай. Что произошло? Пока ничего. Ааа... Ты ничего не пропустила. Ты должна своими слезами наполнить круг. Свете мешают думать, короче. Это всё, что ты пропустила. Всё молчать. Я коплю в Свете злость. Когда она возьмёт... Так они сломают, да? Да нет, она уже взял... Так лом исчез, вот в чём беда. Что? Я взял кружку и исчез. А, да, остальные два предмета исчезли. А, так... Нет, стоп, стоп, стоп. То есть она взяла кружку? Да. Отлично. Всё решено? Да. Всё решено, но... И идти по-прежнему некуда. Кружка... Рядом появляется такой силуэт, Мага говорит, ну не знаю. Кухай! Нет, погодите. Ну кружка та, что... Та самая кружка? Нет, деревянная. Похожая, деревянная. Похожая. Ну большая, хорошая, то есть она ей напоминает... Деревянная, клёпанная такая. Большая, клёпанная штука. Да. Кружка. Облагородить волка. А потом спасать. Что? Эта штука достаточно увесистая. Любой из этих предметов была достаточно увесистой, чтобы его сначала гуманизировать, а потом спасти из этого капкана. Я предлагал. Не хочешь. Кот! Иди сюда. Хотя не слушай, он сватит на меня. Я понял. Теперь неизвестно куда. Ну ладно, по-моему, вариант с Санктуари нормальный. А что за Санктуари? Да. Я решаюсь с точки зрения аморального безбожника. А что делает Санктуари? Ну защищая тот... По-моему, чтобы на неё нападать, надо будет какой-то спасбросок или что. А-а-а. То есть, возможно, волк до неё не сможет ему налетить. Светилище. Да. И она просто пройдёт? Ну я не знаю, как решит. Может, просто освободит и пройдёт. Если он не будет ей мешать освобождать. А он вообще агрессивно настроен волк? Да, он злой. Ты ещё не спишь? Он страшно у тебя лапа в капкане. Понятно, что он... Ну, может он просто тут... Я так понимаю, света сегодня всё. Капкан снять. Что? Я сказала, мне мешают. Очень сильно. А тогда я прошу всех вы. Всё. Ты ей не мешал. Он был просто занят своим делом и её не троллил. А сейчас он уже не занят своим делом. Надо обращать моё внимание на то, что надо сделать, то, что я сказал. Ага. Не, ну просто до этого как-то сказала. Ага. 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 Нара, а что в ответ, да? Ага. Дай кубик. Ага. 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 Это плюс что? Ничего. Одиннадцать. Он тебе не верит. Хе-хе. Чёрт. Ага. 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 Ага.